Приветствую, друзья! Что ж, как вы поняли уже из названия ролика, сегодня речь пойдет о моем новом мониторе, который заменит собой вот этот вот старый монитор 2008 года выпуска, у которого разрешение даже меньше, чем Full HD и диагональ примерно 23,5 дюйма. Нет, с ним все хорошо, он исправно работает, но все-таки настало уже время сменить его на что-нибудь более современное и более соответствующее моим требованиям. Обо всем по порядку, поехали! Ну и давайте быстро пробежимся по упаковке и комплектации. Приезжает монитор в такой вот картонной коробке, не цветной, обычный картон. На одной из сторон упаковки имеется такая вот наклейка, где на русском языке перечислены все основные преимущества и характеристики данного монитора. В комплект же, помимо самого монитора, входит, во-первых, гарантийный талон, как видите, на русском языке, инструкция тоже полностью на русском языке и она сразу идет по три модели. О их разнице расскажу чуть позже, но забегая вперед, скажу, что есть модели как для игр, с быстрой матрицей, с высокой герцовкой, так и модели для работы с контентом, с графикой и с разрешением 5К. Собственно, модель как у меня, но подробнее чуть позже. Давайте закончим уже с комплектацией. Открываем эту маленькую картонную коробку и там находим, во-первых, фирменную тряпочку для протирки монитора, на которой есть логотип компании. А также в комплект положили дисплей-порт кабель длиной примерно полтора метра и примерно такой же длины кабель USB-C-USB-C. Наклейка на нем говорит сама за себя. С помощью данного кабеля непосредственно от монитора через его порт USB-C можете заряжать ваш смартфон, например, по протоколу Power Delivery. 65 Вт, быструю зарядку порт на самом мониторе поддерживает. Ну а для питания самого монитора в комплекте есть внешний адаптер питания. Ну а что касается комплектных кабелей для подключения к монитору, в частности, дисплей-порт кабеля и USB-C, я, честно говоря, ничего плохого или хорошего про них сказать не могу, поскольку я их не использовал, так как у меня системный блок находится достаточно далеко от монитора и мне пришлось заказывать отдельно качественные кабели длиной по 3 метра от компании Ugreen. Заказал в этот раз сразу 3 штуки, 2 штуки дисплей-порт по 3 метра для мониторов, у меня еще один монитор тоже нуждается в хорошем качественном дисплей-порт кабеле и один HDMI кабель, тоже трехметровый, это уже для телевизора. Как вы сами можете видеть, кабели имеют хорошее плотное сечение и как HDMI кабель, так и дисплей-порт кабель у меня в версии 2.1. Да, дисплей-порт кабели уже такой вот версии, раньше были 1.4, сейчас 2.1. В общем, кабели и другая продукция от компании Ugreen действительно хорошего качества и за доступные деньги. Ссылку, где я брал эти кабели, оставлю ниже в описании под этим роликом, если интересно, переходите, сами смотрите, если вам нужны действительно хорошие качественные кабели, большой длины и без потери качества. Ну а подключить сам монитор к вашему ПК или ноутбуку здесь можно с помощью популярных интерфейсов HDMI с поддержкой версии 2.1, дисплей-порт с поддержкой версии 1.4, Type-C-порт, как я уже сказал, здесь используется для зарядки устройств, также здесь есть мини-джек-выход и, соответственно, порт для подключения питания. Ну и джойстик с другой стороны, который отвечает одновременно за включение монитора, за вызов меню настроек и навигации по нему. Дизайн у самого монитора, на мой взгляд, достаточно стильный и минималистичный, ничего лишнего здесь нет. И конкретно данная серия мониторов DIGMA PRO созданы по большей части либо для игр, как серия ART-L, где, опять же, IPS-матрица и 2К-разрешение, при этом частота обновления 165 Гц. Мониторы серии ART-L представлены в трех цветах, такой вот зеленый, синий-голубой и такой вот розово-золотой. А также в данной серии представлены еще две модели, это модель ART-S с 4К-матрицей и с частотой обновления изображения 60 Гц. И последняя модель серия ART-M, это как раз-таки такая модель, как у меня, здесь уже разрешение 5К, ну или 5К, 5К, кому как удобнее. И здесь также частота обновления 60 Гц. Да, вот эти два монитора нижние, это мониторы как раз-таки больше для рабочих задач, в частности, для работы с графикой и монтажом, можно сказать, для дизайнеров. Именно поэтому я выбрал данную модель, поскольку я часто работаю как раз-таки с монтажом, с фото-частью, поэтому я выбрал самую, скажем так, в плане разрешения топовую модель ART-M. Ну, а верхние модели, опять же, повторюсь, они больше для игровых решений за счет более высокой частоты обновления изображения. Но у меня уже есть монитор 2К, с частотой обновления изображения 144 Гц, поэтому я умышленно в этот раз выбрал модель непосредственно с 5К разрешением, поскольку данная модель, опять же, повторяюсь, не для игр мне нужна, а для работы. Задняя панель здесь, несмотря на серебристый цвет, все-таки выполнена из пластика, ну а сама подставка и ножка здесь полностью из алюминия. На лицевой стороне также полный минимализм, ничего лишнего здесь нет, только логотип компании на нижней рамке. Сами рамки, как видите, верхние по бокам, они тонкие, ну а нижняя, как водится, чуть потолще. Никаких индикаторов, которые светятся ночью, в глаза бьют, здесь нет, что, на мой взгляд, хорошо. Ну и чуть подробнее конкретно о характеристиках данной модели DIGMA ART-M. Диагональ 27 дюймов, тип панели IPS, разрешение 5120 на 2880 пикселей, формат изображения 16 к 9, отклик 5 мс, яркость заявлена до 500 кандел на метр квадратный, глубина цвета 1,07 миллиарда оттенков, углы обзора по вертикали и горизонтали 178 градусов, цветовое пространство Adobe RGB 98%, DCI-P3 тоже 98% и sRGB 100%. А для защиты зрения здесь включены такие опции, как Flicker Free и Love Blue Light. Также присутствуют два встроенных динамика и поддержка HDR. Ну а более подробно со всеми характеристиками вы, как всегда, можете ознакомиться на официальном сайте данного монитора. Ну а что касается регулировки по высоте, то здесь, к сожалению, такой возможности нет. Встроенная подставка позволяет регулировать только угол наклона от минус 5 до плюс 18%. Что ж, приступим к тестированию и начнем, пожалуй, с засветов, которые, как правило, есть на всех IPS-мониторах. Где-то они в большей степени выражены, где-то в меньшей степени выражены. По сути, это лотерея. В моем случае засветы менее выражены, я бы сказал, что их практически нет. Но вот если на камере все-таки ISO выкрутить на максимум, чтобы вам их показать, то тогда уже увидим справа в нижнем углу и слева в верхнем углу небольшие засветы. Но, опять же, глазами я их не видел. Видела камера только на максимум выкрученном ISO. Ну а тем, кто возразит, что здесь мало Гц, я отвечу следующим образом. Для работы с графикой, для работы с монтажом 60 Гц вполне достаточно. Возможно, конечно, хотелось бы каких-то 100 Гц хотя бы здесь увидеть. Но, насколько мне известно, мониторы с 5К матрицей с таким большим разрешением стоят каких-то баснословных денег, если там больше, чем 60 Гц. У меня таких денег нет. Да и желания покупать такой монитор тоже желания нет. Опять же, повторюсь, у меня уже есть монитор с более высокой Гцовкой. Если я захочу вдруг поиграть, что я редко делаю, я поиграю на том мониторе. Ну и, опять же, напомню, что у Digma есть серия Digma Pro RTL, где более быстрая матрица с частотой обновления 165 Гц. Но там всего 2К матрица. А в данном случае у меня был приоритет именно в высоком разрешении дисплея. Поэтому я пожертвовал умышленно высокой Гцовкой и взял более высокое разрешение. Но, что касается главного в этом мониторе, цветопередачи, поскольку он все-таки для работы с графикой, в первую очередь, для дизайнеров, для монтажа. Могу сказать, что, наверное, моя камера не сможет вам передать в должной мере все цвета. Яркие, насыщенные, хорошие цвета, качественные. Ну, поскольку камера, опять-таки, каждая снимает по-своему. Плюс мы смотрим с вами данный ролик на разных устройствах, с разными дисплеями. И все будет отличаться. Я скажу свое мнение, поскольку, опять же, к сожалению, у меня нет калибратора, чтобы вам все в цифрах показать. Скажу, что цвета здесь на этом мониторе близкие к натуральным. И он отлично, на мой взгляд, подойдет для тех, кто работает с фотошопом. Я тоже работаю иногда с фотошопом для роликов. Также я работаю с фоточастью, когда у меня, скажем, на обзоре 2 смартфона. Я их сравниваю, сравниваю фотографии с них. И мне нужно, опять-таки, чтобы была натуральная цветопередача. Чтобы можно было сравнить, какой смартфон делает кадры более натуральными, близкими к реальности по цветопередаче. Поэтому, да, это одна из причин, почему я взял именно этот монитор. Ну и, конечно же, для монтажа. Монтирую я свои ролики в Premiere Pro. И в этом плане тоже данный монитор подходит отлично, когда нужно там сделать цветокоррекцию. Хотя, честно признаюсь, это редко делаю. Но иногда это все-таки приходится делать, хочешь ты этого или нет. И как раз-таки в эти моменты нужна реальная цветопередача. Нужно понимать, какая картинка будет на выходе, чтобы она была максимально близко к реальной. И это, наверное, второй фактор, почему, опять же, я выбрал данный монитор. И по сравнению с моими тремя остальными мониторами, данный монитор наиболее яркий, имеет наиболее яркую матрицу. По радексу выдает в среднем 450 люкс. Я, даже, честно признаться, не стал выкручивать его на максимум по яркости. Оставил яркость на 80%, поскольку, действительно, очень яркий монитор, очень яркая матрица. И если у вас, скажем, солнечная комната, где много солнца, на этом мониторе будет все прекрасно видно, даже в яркий солнечный день. Даже можно, по сути, окно не зашторивать здесь. Но, естественно, нужно упомянуть высокое разрешение данного монитора. Все-таки 5К матрица. Таких мониторов не очень много. И, наверное, опять-таки, буду повторяться, нужны они не всем. Нужны, как правило, дизайнерам. Да, вы можете, вот как сейчас, посмотреть ролики на том же YouTube в высоком разрешении. Там их, благо, достаточно большое количество. Но, с другой стороны, контента не так уж много. Поэтому для обычных задач, если вы берете просто монитор для работы, тоже комфортно, конечно, работать с хорошей яркой матрицей, с детализацией хорошей. Но, как правило, такие мониторы приобретают по большей части для видеомонтажа, для фотокоррекции, для работы с дизайном и так далее. Да, для тех же игр его, конечно, тоже можно использовать. Но, опять же, если конфигурация вашего компьютера или ноутбука позволяет запускать современные игры в высоком разрешении, 4К или 5К, то, я думаю, что на этом мониторе с такой матрицей, с высоким разрешением, любая игра будет смотреться просто прекрасно за счет высокой детализации. Ну, а я все же рекомендую данный монитор в первую очередь рассматривать все-таки для работы. Для работы с дизайном, с графикой, с видеочастью. Опять же, вы можете посмотреть и конкурентов в сети. Сколько стоят такие мониторы с такой матрицей, имею в виду, с высоким разрешением, с яркой, хорошей матрицей, с натуральной цветопередачей. По моим наблюдениям, все-таки монитор у конкурентов с таким же, опять же, разрешением стоит дороже, чем данный монитор. То есть, не призываю вас покупать конкретно этот монитор, можете сами посмотреть, сравнить. Лично я выбрал конкретно данный монитор из-за соотношения цены и характеристик. То есть, 5К и матрица за более или менее доступные деньги. Ну, а по поводу минусов, точнее, одного минуса конкретно для меня, здесь у этого монитора нельзя снять полностью подставку и установить его на кронштейн. Да, у меня все мониторы прикреплены к столу как раз-таки с помощью кронштейнов. Что ж, если у вас остались вопросы по данному монитору, пишите их ниже в комментариях, постараюсь на все ваши вопросы ответить. И если вы вдруг здесь были в первый раз на канале, не забывайте на него подписаться и поставить лайк этому видео. Ну, а с вами, друзья, как обычно, был я, Александр, прощаюсь ненадолго, скоро увидимся, всем пока, до встречи.